Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр! Добрый день, здравствуйте! Ну что ж, прежде всего, с праздником вас! Большое спасибо, спасибо большое! И от меня тоже с праздником всех наших слушателей, которые праздывают праздник в Пестах, наступающий в Израиле, наступает он завтра вечером. И, конечно, пожелание того, чтобы в этом году мы отпраздновали его как следует, освободились от рабства и пришли, увидели себя в Иерусалиме, если не в будущем. Окей, ну а теперь давайте, безусловно, все наши радиослушатели интересуются тем, как проходили выборы, каковы результаты выборов и что будет дальше. Вот об этом, если можно. Да, понятно, что это сейчас, пожалуй, самая актуальная политическая тема в Израиле, чем закончились эти выборы и какие перспективы нас ждут. Формально, в первом приближении, мы видим ситуацию следующую. Блок, который поддерживает премьер-министр Бениамин Натаньял, 59 голосов в Кнессете, и все остальные, блок его противников, 61. Таким образом, на сегодняшний момент у Натаньял не хватает буквально двух голосов для того, чтобы создать устойчивую коалицию. На самом деле, во втором приближении мы понимаем, что все несколько сложнее и правильнее было бы говорить так, что у Натаньял есть 52 голоса. Это партия Ликуд, это правая партия, синистко-религиозная, Смудрича, и это ультратароксальные партии. Все вместе это 52 голоса, плюс есть еще 7 голосов у партии Беннета, тоже, в общем-то, правой и как бы не заявлявшей на протяжении всего периода, что она будет бойкотировать Натаньял. У противников Натаньял 57 голосов, и еще 4 голоса у партии РАМ, о которой мы поговорим немножко позже, арабской партии РАМ. Прежде всего, конечно, на фоне того, что было в Америке, наверняка у наших читателей, слушателей и зрителей, возникает вопрос, насколько честны были, насколько был честен подсчет голосов, поскольку, в общем, за последние два года, это четвертые выборы, на которых как бы случайным образом так складывается, что правам не хватает буквально совсем чуть-чуть. Там и здесь, тут нескольких сотен голосов, здесь нескольких сотен голосов, и вот уже нету 61 у Натаньяла. И тут, к сожалению, мало что можно сказать. С одной стороны, представитель Ликуда, доктор Шлома Караи, был внутри избирательной комиссии, подсчитывающий голоса, и он утверждает, что все было чисто. С другой стороны, конечно, те, кто понимают, как устроены выборы, догадываются, что, в общем, есть моменты, которые крайне сложно отследить. И точно так же, как и в Америке, иногда не нужно каких-то больших вбросов, каких-то грубых нарушений. Достаточно там и здесь буквально, так сказать, несколько голосов подправить, и ситуация переворачивается. Так, например, закон об остаточных голосах. Что такое закон об остаточных голосах? Возможно, нашим американским слушателям вообще это неизвестно. В общих чертах ситуация следующая. Партии договариваются перед голосованием, перед выборами, как бы блокируются в такие пары. И затем, когда у каждой партии остаётся какое-то нецелое число голосов, то есть, например, какая-то партия получает 10 мандатов и ещё там 3 десятых, а вторая партия, которая сблокировалась, получает, скажем, там 12 мандатов и 7 десятых, или там, допустим, 8 десятых, то она своими 8 десятыми забирает 3 десятых от партии, с которой она подписала соглашение. И таким образом получается уже 0,8 плюс 0,3, 1 целая с небольшим, 1 целая и 1 десятая. И вот партия, у которой остаток был больше, получает себе ещё дополнительный мандат. И понятно, что обычно такие договора подписывают партии более-менее внутри одного блока, потому что смешно, чтобы люди голосовали, скажем, за правую партию, а голоса этим ушли к левой. Но именно так произошло в этот раз. Партия Беннета и партия Сара подписали соглашение об остаточных голосах. В итоге остаток у Беннета был немножко меньше, чем остаток у Сары, буквально в несколько сотен голосов, понимаете? И очень сложно понять, насколько эти сотни голосов, различавшие остатки голосов у Беннета и у Сары, были действительно настоящие, а не, скажем, подтасованные, заиндексованными лицами. И в итоге Сар получил дополнительный мандат за счёт тех людей, которые голосовали за Беннета. Люди, которые голосовали за правую партию Беннета, в итоге как бы отдали свои голоса. Получилось так целый мандат партии, которая открыто заявляет, что она ни за что не пойдёт. Лучше она создаст левое правительство и правительство с левыми, чем с Натанияо, и вся их главная задача — сместить. И это, конечно, целиком и полностью ошибка или, так сказать, оплошность Беннета, который подписал договор об остаточных голосах с партией Сара, таким образом подарив правые голоса, перебросив в левый лагерь. И мы понимаем, что этот мандат стал решающим. То есть, если бы было 60 на 60, была бы ситуация несколько более простая для Натанияо, чем нынешний 59 против 61. И опять же, вот эти самые 59, которые как бы есть у Натанияо, это теоретически 59, при том, что Беннет как бы пойдёт вместе с Натанияо, что они смогут договориться. Мы знаем, что между двумя этими политиками существуют очень серьёзные личные тяжёлые отношения. И даже в том случае, если Натанияо договорится с Беннетом, ему ещё нужно где-то набрать два мандата, найти каких-то перебежчиков. Или мы поговорим об этом чуть позже. Надо прежде всего понять, что нынешний кризис власти, который происходит в Израиле, вот он привёл уже к четвёртым выборам за последние два года, и мы об этом говорили уже несколько раз в наших передачах, это результат очень жёсткого противостояния, но это не противостояние, по большому счёту, правых и левых. И даже не противостояние за Натанияо и против Натанияо. Всё куда тоньше и куда сложнее, более трагичнее. По сути дела, как я это вижу, это противостояние между обществом Израиля, которое стремится сохранить демократию в нашей стране, ну худо-бедно, но какую-то демократию, то есть главным образом выбираемость своих лидеров. И рядом влиятельных групп, можно назвать их дип-стейтом или юридической кликой, которые стремятся удержать власть в своих руках, как бы ни голосовали избиратели. И получается так, что представителем общества, которое как бы воюющим против этих самых элитных групп, олигархических групп, я бы даже сказал, является Натанияо. Ну а все, кто против Натанияо, по сути дела, это в той или иной мере марионетки вот этих самых групп, пытающихся отменить фактически в Израиле демократию. То есть сделать так, чтобы совершенно неважно было, за кого общество голосует, в итоге править будут те люди, которые стоят в тени. И прежде всего вот этот расклад, он утыкается в вопрос о полномочиях Кнессета и правительства, и суда. То есть три ветви власти. В последние годы система сдержек и противовесов между тремя этими ветвями власти очень сильно разрушена и как бы подорвана, поскольку суд, прокуратура и институт юридических советников в последние годы подмял под себя, на самом деле это не последние годы, последние десятилетия, даже пользуясь вот такой постоянной слабостью политического руководства, рождующего между собой. Эта судебная ветвь власти подняла под себя слишком много неполагающихся им полномочий. Фактически она кастрировала власть Кнессета и правительства, сделав министров и депутатов такими как бы украшениями политическими, что-то вроде британской королевы, но по сути дела лишённых очень многих полномочий, которые им должны принадлежать. И здесь мы, разумеется, как бы обычно, когда об этом начинают говорить, то тут же находятся какие-то оппоненты, которые их считают. Но суд, он же должен быть независимым, он же должен быть независимым, неподконтрольным, иначе всё разрушится. Они абсолютно правы, они не понимают главной проблемой ситуации. Конечно же, три ветви власти должны быть независимы, но все они должны быть подконтрольны обществу, иначе ничего не работает. Если судейская власть не подконтрольна обществу в той или иной мере, то начинается то, что происходит у нас сейчас в Израиле. И действительно, избрание судей — это тонкий процесс, но в каждой демократической стране он решён по-своему. Например, вот в США, мы знаем, их судей выбирает президент, или даже они как бы на уровне штатов как-то выбираются общество, если я не ошибаюсь. Так или иначе, во всех демократических странах, кроме Израиля, судей выбирают в той или иной мере общественные народные избранники. И при этом, конечно же, сохраняется разделение властей, так чтобы судей были не подконтрольны правительству и парламенту, но в то же время тоже находились под контролем общества. В Израиле же так сложилась ситуация, что судей не подконтрольны никому, и поэтому за последние десятилетия сложилась такая вот закрытая группировка радикальных левых экстремистов. И это, в общем, одна из основных частей вот этого самого писалутого гипстейта, который сегодня не хочет, чтобы общественное мнение как-то влияло на то, кто будет править страной. Так или иначе, Натаньял оказался единственным политиком, который не был раздавлен вот этой вот судейско-прокурорской мафией или сломлен, и продолжает им противостоять. И только с ним как бы во главе можно провести необходимые законодательные изменения и восстановить контроль общество над всеми тремя ветвями власти. Конечно же, разделёнными, конечно же, сдерживаемыми, системой сдержек и противовесов, но подконтрольными обществами. То, чего сейчас в Израиле нет. И поэтому, на мой взгляд, те политики, которые сейчас вышли против Натаньяла и заявляют, что они сидеть с ним не будут, они должны его сменить, это в той или иной мере, как я уже сказал, марионетки дипстейта и вот этой судейской прокурорской мафии и не являются самостоятельными фигурами. И поэтому некоторые сейчас в Израиле говорят, ну вот правых же на самом деле фактически как минимум 65. То есть вот взять весь блок Натаньял, плюс Беннет, плюс Сарх, который сам вышел из Ликуда недавно. Некоторые даже называют Либермана, который тоже, в общем, ещё недавно считался правым политиком. Сейчас, конечно, то, что он говорит, ставит его абсолютно в левый фланг. Но он выступает против юрейского характера государства и так далее. Но, как бы, казалось бы, вот эти политики должны сейчас понять, что нельзя идти снова через несколько месяцев, через три месяца на пятый выбор. Ну сколько можно? Давайте как-то объединимся. Но в том-то и дело, что Сарх и Либерман и другие противники Натаньялу, они не делают то, что разумно и полезно обществу. Они делают то, на мой взгляд, что от них требуют их кураторы, те, кто контролирует их шаги. Кто их куратор, это отдельный разговор. Но, на мой взгляд, можно сказать, что глобально за этими людьми стоит вот эта самая клика, желающая править в обход воли общества. И поэтому, конечно, ждать от того, что они сейчас проявят благоразумие и ответственность перед обществом и страной и помогут Натаньялу создать правое правительство на нулево. С Беннетом тоже проблема. Он, безусловно, правый политик. И, насколько я понимаю, всё-таки он как-то, так сказать, дистанцирован от этих вот откровенных марионеток. Но в то же время я боюсь, что он слишком как бы хочет стать премьер-министром. И это, на самом деле, конечно, неплохо для политика. Это даже хорошо. То есть политик должен стремиться к тому, чтобы стать лидером национальным. Но объективно Беннет не дотягивает до калибра Натаньял. И поэтому сейчас в стране, в которой предстоит бороться с важнейшими и очень серьёзными проблемами, это и выход экономический из коронакризиса. Это и противостояние администрации Байдена. Это и противостояние экспансии Ирана. Нужен именно, так сказать, максимально успешный и максимально опытный лидер. Это именно Натаньял, а не Беннет. Но Беннет с этим смириться не готов. И поэтому совершенно не очевидно, что он, в общем-то, находится в лагере Натаньял. Он может выкинуть сейчас, так сказать, некий фортель и попробовать сколотить вокруг себя временную коалицию. Что это за коалиция, сейчас я чуть позже вам объясню. Так или иначе, главная проблема, на мой взгляд, в том, что Беннет не только менее опытен, чем Натаньял, и обладает теми качествами, которые сейчас в стране очень нужны. Он не станет тем политиком, который действительно сможет вернуть Кнессету и правительству отобранные судейской мафией полномочиями. И более того, если вот этой судейской олигархии удастся уничтожить и раздавить Натаньял, то, в общем-то, на многие годы эта ситуация сохранится, и действительно мы получим то, против чего воролся Натаньял в интересах общества. Мы получим власть закрытых группировок, которые, по сути дела, совершенно не ориентируются на то, что там выбирает себе общество. То есть Беннет номинально будет правым лидером страны, но никакой по-настоящему правой политики ни в экономике, ни во внешней политике он вести не сможет. Итак, перспективы, какие у нас перспективы с этим всем? Если Натаньял удастся договориться с Беннетом и найти себе ещё двух перебежчиков из лагеря, которые против него сейчас, это могут перебежчики либо от Сара, либо от из партии белоголубых Ганса, либо ещё откуда-нибудь, и он сумеет собрать себе правительственную коалицию 61-го голоса, то он создаст правительство и можно ожидать, что это правительство просуществует достаточно долго и оно действительно будет правым, потому что вся коалиция, кроме двух голосов, будет состоять из правых и есть шанс, что будут продвинуты важные шаги, например, по возвращению полномочий правительства от Несел, отобранной сейчас судейской мафии, а главное, конечно, что Натаньял, управляя страной, сможет вывести её из экономического кризиса, который сейчас гребёт после короны, это кризис общемировой, и, конечно, Израиль как часть этого общемирового кризиса будет в любом барахтации и успешно противостоит настолько, насколько это возможно предоставить Байдену, ну и всем тем угрозам, которые при Байдене расцветают пышным цветом, прежде всего иранской экспансии, и, конечно, продолжит вот этот самый потрясающе, удивительный мир между Израилем и арабскими странами. Если Натаньял не получится это сделать, то шансов у его противников собрать коалицию очень мало, но по большому счёту, почему мало, потому что, в общем-то, они все не очень разные, им нужно собрать совсем, это куча маленьких партий, во многом очень противоречивых друг другу, например, на одном конце это партия труда, которая, в общем, партия вода, историческая партия, сионистская партия Израиля, которые когда-то принадлежали Бен-Гурьон и Голдомер, но сегодня эта партия труда, её возглавляет совершенно безумная феминистка Мира в Михаэле, которая добивается отмены нуклеарной семьи, я не знаю, как на нормативном русском это называется сейчас, но обычной семьи, то есть они говорят о том, что как бы старая семья себя изжила, ребёнка должны воспитывать не два родителя, а, так сказать, специально подобранные государством группа людей. Ну, я думаю, что в современной Америке всё это очень знакомо, всё это очень понятно, но вот как бы возглавляет партию труда вот такой вот персонаж, совершенно, на мой взгляд, сумасшедший, а замыкает эту партию, как бы этот список, который прошёл в Мессет, арабская девица, антисионистка, которая гордится тем, что она не как бы не встаёт в день поминовения во время сирены и призывает уничтожить крупный достаточно город израильский язык Хромьяков, якобы расположенный на землях, где должна быть арабская, арабский город. То есть эта же самая Эптиса, арабка, она назвала недавно Рабина и прочих прежних лидеров Авады мафиозной группировкой кровавых убийц. То есть, честно говоря, мне даже не очень понятно, как прежние приверженцы партии труда вообще голосовали за эту партию, когда в ней, так сказать, сегодня баллотируются всех, называющих их лидеров, Рабина и, так сказать, Даяна и всех остальных людьми, кровавыми убийцами мафиози. Но это, так сказать, с одной стороны. С другой стороны, есть Сарк, который постоянно говорит, что он правый и, как бы, единственное, он правый, но только вот очень ненавидит Натанья. Мы понимаем, что на самом деле это не то, что он ненавидит Натанья, он просто выполняет то, что ему сказали, но всё-таки его группе будет очень сложно сидеть в коалиции с партией труда, превратившейся в то, во что она превратилась. Таким образом, как бы представить себе, что им как-то удастся сложить коалицию, переманить, может быть, какие-то религиозные партии даже к себе, опять же, тогда будут проблемы с партией Лапида и Либермана, которые активно выступают против религиозных. Кстати, Либерман вообще перед выборами призвал буквально в таком вот, не хочу говорить даже в каком стиле, сказал, что вот надо на всех религиозных погрузить на тележку и на помойку выбросить. Вот это говорит лидер израильской партии. на его совести пусть это остаётся. Так или иначе, им на самом деле не нужна коалиция устойчивая. Всё, что им нужно, это получить 61 голос в Кнессете для того, чтобы провести закон, персональный закон против Натаньяла, что Натаньял не может баллонтироваться в Кнессет, вообще как бы участвовать в выборах, поскольку он находится под судом. Понятно, что такой персональный закон пахнет очень некрасиво. Но в израильской политике сегодняшней нет ничего уже невозможного, и мы понимаем, что опять же эти политики управляются теми людьми, для которых важно уничтожить Натаньял, как единственного политика серьёзного, который противостоит вот их желанию править бесконтрольно, подавить как бы общественный контроль над властью. И поэтому такой закон они могут принять, тогда они выбьют Натаньяла из политической жизни страны, и без Натаньяла можно полагать, что правый лагерь, действительно, потеряв такого лидера, превратится в очень слабую конгломерацию, и тогда уже можно снова идти на пятые выборы, но победить правом надежды особенных уже не будет в этой ситуации. Таким образом, сейчас идёт борьба за то, сумеют ли противники Натаньялу собрать 61 голос, чтобы провести вот такой вот закон персональный и выбросить Натаньялу из политики, а затем идти на выборы, или Натаньялу удастся собрать 61 голос, чтобы создать более-менее стабильное правительство. И вот здесь мы доходим до последней части как бы вот этого всего анализа о том, что представляет из себя партия РАМ, арабская партия РАМ с четырьмя голосами во главе с Мансуром Аббасом. На самом деле, это совершенно новое явление в израильской политике, хотя сама партия существует уже достаточно давно, и исламское движение, точнее, южное крыло исламского движения, которое они представляют, существует в протяжении, так сказать, ну, по крайней мере, с 50-х годов прошлого века. Итак, мы помним, что арабы создали что-то вроде своей единой партии, в которую входили четыре партии. Это были коммунисты, это были арабские националисты, это были представители ООП, и вот исламское движение. Эти четыре, это четыре списка были достаточно, как бы, действовали единым фронтом. Но вот общий список раскололся в немалой степени благодаря Натаньяу, который вел, так сказать, очень активную работу, и, на мой взгляд, также, возможно, и через его новых друзей, из отмененных Арабских Эмиратов, которые продвигали эту идею, возможно, даже как-то ее смазывали финансами. Так вот, речь идет о партии, представляющей израильских арабов-мусульман, не сионистов, но при этом прагматиков. Южно-исламское движение, по сути дела, если говорить, называть вещи своими именами, то это братья-мусульмане, то есть братья-мусульмане, но это братья-мусульмане, которые готовы к прагматичному сотрудничеству, не стремятся обязательно добиваться террора и войной, и, в общем-то, они представляют тех арабов-мусульман израильских, которые за то, чтобы сотрудничать с ресурсами государства, а не оказываться в изоляции. То есть они абсолютно не сионисты и даже не друзья еврейского государства. Они говорят, мы здесь живём, и нам нужно как-то сотрудничать. Давайте сотрудничать, вы, так сказать, нам дадите ресурсов каких-то, ну, грубо говоря, заплатите, а мы можем поддерживать и совершенно не готовы как бы заранее, априори, быть против любых сионистских партий. То есть фактически они говорят, вот кто нам больше даст, с кем мы и пойдём. При этом эта партия, поскольку они представляют исламское радикальное достаточно направление, то это партия религиозная и консервативная. И они, например, таких вот радикальных левых идей, как отказ от нуклеарной семьи, от семьи папа-мама, они не принимают. Вообще всё, что связано с этими вещами, все эти гендерные нововведения, прогрессивные, они их на них смотрят очень-очень косо, поэтому им с левыми на самом деле сложно, им намного проще с левыми религиозными, которые, в общем-то, в консервативный подход очень близки к этому подходу. Но при этом надо понимать, что, скажем, в ситуации, когда Израилю нужно будет вести войну с Газой, например, совершенно непонятно, как РАМ себя поведёт. Если такая партия находится, от неё зависит коалиция, и Израилю нужно воевать с Хамасом в Газе, то вряд ли РАМ будет сторонником каких-то военных действий. Ну, и опять же, как я уже сказал, можно предположить, что вообще этот раскол, когда из арабской фракции вышла эта партия и получила достаточно большое количество поддержки среди арабов-мусульман, израильских, четыре мандата, то есть они прошли электоральный барьер, говорит о том, что это тоже, в общем-то, результат тех же самых мирных соглашений, которые Натаньяо заключил с суннитскими арабскими государствами. И если раньше вот этот самый арабский список, он фактически, ну, я не знаю, в какой мере, наверное, только службы безопасности знают, в какой мере они контактировали и сотрудничали с иранскими спецслужбами, там, с Хамасом и с ООП, здесь, мне кажется, что РАМУ в какой-то мере, в той или иной мере, помогает Эмират. И Эмираты — это те, кто стали спонсорами вот такого, как бы, прагматичного подхода к сионистскому государству. Поэтому, с одной стороны, Натаньяо, казалось бы, мог бы с ними договориться и получить еще четыре заветных мандата. С другой стороны, конечно, на правом фланге у Натаньяо, находятся еврейские радикальные правы, которые говорят, да ни при каких условиях, даже не думайте, что братьями мусульманами мы зайдем в одно правительство. То есть, опять же, как бы Натаньяо оказывается в ситуации, когда ему нужно объять-необъять, наше сшить совершенно невозможное. Но мы знаем, что, в общем, в прежние разы ему как-то это удавалось. И может статься, он сможет это и в этот раз. И опять же, на самом деле, от Мансура Аббаса, главы партии РАМ, даже не требуется сейчас поддержать правое правительство. Фактически, ему только нужно договориться или как бы ему нужно захотеть одного. когда левые попытаются провести персональный закон против Натаньяо, запрещающему баллотироваться в КНЕС, всего лишь двум представителям партии РАМ из четырёх нужно застрять во время этого голосования в туалете и сказать, что не могли никак выйти из туалета и пропустили это голосование. Тогда у левых, у блока против Натаньяо, будет только 59 голосов, не будет заветных 61, и провести этот закон они не смогут. Итак, сумеет ли Натаньяо как бы распутать этот клубок? Может быть, сумеет. До сих пор ему, в общем-то, и везло, и удавалось. Он большой мастер политического цепса. Первое это. И хочется надеяться, что он сумеет и в этот раз как-то совершенно неожиданно всё это разрулить. Или же у нас летом будут пятые выборы, и что самое худшее, возможно, уже без Натаньяо. Поэтому нам остаётся надеяться, что праздник Песох, праздник исхода и освобождения, что он нам всё-таки принесёт желанное освобождение от гип-стейта и клик, который пытаются придушить свободу в Израиле, демократии в Израиле. И как-то после Песоха в нашем политическом эстеблишменте сложится необходимая для нас идеал коалиция в Шестове. Спасибо, Александр. Спасибо. Давайте мы сделаем небольшой перерыв. После рекламных объявлений вернёмся и продолжим. Открытый диалог с Александром Непомнищим. Телефон в студии 847-400-5200, ну а мы возвращаемся в программу Александра Непомнища «Открытый диалог». Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Ещё раз с праздником вас, с наступающим. Спасибо. Я бы хотел вас спросить вот такое, что вот всё складывается в зале таким образом, что рано или поздно арабы всё же войдут в ваше правительство либо слева, либо справа, не послужат ли они троянскими конями, каким был у нас все эти 12 лет наш президент Обама. Ведь они же не просто так оторвались от своих, чтобы показать себя хорошенькими перед вами и чтобы показать, что они вот такие вот хорошие, что они уже поменялись и будут благодарны за теми деньгами, которыми они из правительства израиля поделятся с ними. А на самом деле они будут, к сожалению, вести себя так, как и прежде, не будут любить Израиль и будут вредить уже находясь у руля власти. Как вы думаете, это возможно? Потому что мы уже как бы обговорились над нашим Обаме. Спасибо. Ну, во-первых, я думаю, что главная проблема Обама была в том, что он был коммунистом. Теперь в Израиле на самом деле арабские граждане страны занимают самые высокие посты. И их сегодня есть не только в политической элите, но как бы и в экономической элите, и в военной элите. То есть и, в первую очередь, друзы, но и другие представители арабов и мусульман сегодня занимают очень высокопоставленные посты внутри израильской армии, в том числе генеральские посты. И это люди, которые так или иначе интегрировали в израильское общество, сохраняя свою идентичность, как сейчас принято говорить. То, о чём вы говорите, мне понятно, но, скажем, на мой взгляд, больший ущерб государству Израиль могут нанести политики вроде Либермана, который абсолютно кошельный еврей и который выступает активно против всего, что характеризует Израиль как еврейское государство, чем такой политик как Мансур Аббас, который говорит, мы хотим сохранить свою культурную автономию, мы хотим остаться самими собой, но при этом мы готовы с вами контактироваться и сотрудничать. Опять же, вы, безусловно, правы, когда говорите, что будет не в мирной ситуации, когда мы говорим, допустим, о том, как больше строить дорог, как улучшить уровень жизни всех жителей страны, и здесь, безусловно, есть о чём говорить, допустим, как сделать так, чтобы все дети Израиля получили как можно лучшее образование, тут, вероятно, будет легко договориться о сотрудничестве. Но что делать, когда, например, нам нужно будет вести боевые действия с Хамасом, как себя поведёт вот такая вот партия? Действительно, это непростой вопрос. Тем не менее, есть процесс, и этот процесс отражает желания большого количества, по крайней мере, вот сегодня, это уже 4 мандата израильских арабов, мусульман, я подчеркну, это не друзы, которые уже много лет лояльны государству Израиля, это не арабы-христиане, которые как-то тоже, в общем, интегрированы и поддерживают разные еврейские, в том числе сионистские партии. Речь идёт именно об арабах-мусульманах, которые, мусульманах, по сути дела, фактически мало чем отличающихся, по своим взглядам, от братьев-мусульман. То есть, это исламское радикальное движение, но это прагматики, которые хотят быть частью работающего процесса, а не стоять в стороне. Как это будет складываться, действительно, у меня нет готовых ответов. И опять же, я уповаю на мастерство сегодняшней Натаньяо. Если он сумел договориться с нашими соседями о сотрудничестве, возможно, ему удастся договориться и с нашими внутренними арабами. Ну а там дальше будем посмотреть, как это сложится. В любом случае, сегодня, скажем, больше ущерб еврейскому практику государства, его безопасности, его возможностям, его экономическим возможностям способны и желают нанести разные безумные, вполне себе кошерные евреи. И на этом фоне как бы уже даже исламские радикалы-мусульмане из братства из партии РАМ, они не выглядят такими опасными. Спасибо. Спасибо, Александр. Ну а теперь давайте о том, что там очередные атаки на нефтеобъекты Саудовской Аравии, ну и уроки, которые следует извлечь Израилю. Да, в последние две недели произошла значительная эскалация боевых действий между Саудовской Аравией и хуситами. Я напомню, хуситы — это, по сути дела, прокси Ирана, которые находятся в Йемене и ведут войну как с, так сказать, остатками йеменского правительства. Йемен как таковой как государство сегодня уже не существует. Там идет гражданская война, все очень плохо. Но хуситы также нападают и на Саудовскую Аравию. Почему? Потому что они являются прокси Ирана и фактически, вот точно так же, как Избала регулярно отравляла жизнь Израилю пока. Кстати, Израиль немножко ее не усмирил и сдерживает сейчас. Вот так вот хуситы используются Ираном для войны с Саудовской Аравией. И недавно им удалось отбить в очередной раз обширные территории в Йемене у правительственных сил. В ответ саудовские воздушные силы нанесли удары по наречественным целям в Йемене. Это привело к жертвам и разрушениям. Но хуситы в ответ как бы по крайней мере так они говорят атакуют объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии что в общем достаточно для Саудовской Аравии опасно. И вот буквально на днях очередная атака по объектам Арамко в городе Джизани на юге Саудовской Аравии. В начале месяца ракетами и беспилотниками был поражен Саудовский нефтенаривной комплекс в крупнейшем мире в Раастануре к северу от порта Дамам в Персидском заливе. И хуситы взяли на себя ответственность за запуск ракеты беспилотников. Точно так же как год назад они взяли на себя ответственность за очень сильный серьезный удар по другим объектам Арамко то есть Саудовская Аравия ведущей нефтяной компании Саудовской Аравии в сентябре 2019 года. Этот тот удар вывел на несколько недель и строил более половины экспортных мощностей из Саудовской Аравии. И через некоторое время после нынешнего удара просочилась информация о том, что запуск был произведен на самом деле не из Йемена а из Ирака возможно даже с иранской территорией. Так же точно было и в 2019 году тогда тоже просочилась информация о том, что стреляли на самом деле не хуситы из Йемена а стреляли из Ирака возможно прямо из Ирана. И вот тут во-первых мы видим результат немедленный этих обстрелов мировые цены на нефть подскакивают скажем сейчас они подняли 170 долларов за баррель и это безусловно улучшает экономические перспективы Ирана то есть это все часть его экспансионистской стратегии когда он воюет и заодно в общем улучшает свои финансовые стратегическое положение но надо понимать что Раста Нура находится примерно в тысячи километров от Йемена это означает что если ракеты и дроны действительно запускались ситами из Йемена в этот раз как и в 2019 году год назад то они должны были достаточно долго быть в воздухе пролететь тысячу километров и в общем-то по идее должны были засечь систему ПВО королевства которые насколько мы знаем опять же неофициально во многом улучшены израильскими специалистами и похоже что на самом деле действительно не было этого полета тысячу километров из Йемена и что хуситы взяли на себя ответственность за то что было сделано другими прокси Ирана или из Ирака или прямо непосредственно из Ирана который находится сосед Саудовской Аравии через Персидский залив и очень может быть что разведки мира даже точно знают откуда были запущены эти ракеты но они хранят молчание и причины того что они хранят молчание их три во-первых это может быть потому чтобы не раскрыть известные детали которые иранцы пытаются скрыть то есть страны которые знают в том числе например Израиль откуда были запущены ракеты не хотят сообщать иранцам что они знают во-вторых возможно не хотят скомпрометировать источники информации из которых было получено ну и наконец политический момент не поставить неловкое положение администрацию США которая желает вернуться к переговорам с Ираном и таким образом облегчить время санкций если сейчас станет ясно что Иран прямо со своей территории обстреливает Солдовской Аравии то Байдену конечно это будет очень неудобно почему хуситы берут на себя ответственность за нападение если они его не совершали тут тоже есть несколько возможных ответов во-первых вероятно Тегеран потребовал от своих Рокси от своих марионеток чтобы они взяли на себя ответственность и таким образом как бы Иран остался ни при чем опять же чтобы не мешать Байдену идти на компромиссы и на уступки ну во-вторых для самих хуситок это конечно очень выгодно показать какие они крутые как они какие достижения военных они достигают позволяя так сказать направлять на тысячу километров ракеты поражающие центральные объекты инфраструктуру Солдовской Аравии ну а сам Эль-Рияд сама Солдовская Аравия со своей стороны она попыталась преуменьшить значение этих атак и заявление по этому поводу было сделано министром энергетики даже не энергетики а не министерством обороны было сказано что вот это было атаковали самолетом прилетевшим с моря то есть с одной стороны саудовцы дали понять что они не верят заявлениям курситов что это они стреляли с другой стороны вроде как это не так все страшно потому что выступает не министр обороны а всего лишь министр энергетики вроде как это проблема чисто энергетической отрасли а не проблемам безопасности ну и намек на то что самолет летел с моря то есть из Ирана на самом деле вероятно саудовская разведка прекрасно знает кто и откуда напал на королевство но не предпочитает говорить об этом официально и называть Иран по имени и тому есть две причины во-первых саудитам не придется отвечать потому что если саудиты признаются что они знают что это стрелял Иран то все будут ожидать что они как-то ответят ответить они не могут сейчас я объясню почему и во-вторых конечно могла попасть эта информация в саудовскую разведку через партнеры из иностранной разведки при условии что она не будет преданной гласности то есть другими словами если израильтяне сообщили саудовцем откуда прилетела то они могли попросить чтобы саудовцы не говорили об этом не раскрывали источник израиля но тот факт что Саудовская Аравия не атакует Иран в ответ на продолжающиеся удары по саудовским стратегическим целям это на самом деле результат слабости Саудовской Аравии с военной точки зрения королевство существенно слабее Ирана и более того несмотря на то что драматический статус Саудовской Аравии гораздо выше чем у Ирана даже при Трампе в общем-то никто в том числе США не предлагали ей активную помощь мир готов продавать королевскую противоракетные противовоздушные системы сейчас вот США как раз при Байдене парализовали эту продажу оружия Саудовской Аравии но мир очевидно не будет вписываться в как бы в войну за Саудовскую Аравию и Саудовская Аравия очень хорошо это понимает и понимая насколько она слабее Ирана она продолжает стоически сносить иранские удары не желая заплатить страшную цену за прямую войну с Ираном по сути дела сегодня на Ближнем Востоке есть только одно государство которое регулярно бомбит иранские объекты регулярно это значит каждые 2-3 недели в среднем и Иран наоборот как бы сдерживается и молчит потому что потому что знать что прямое столкновение обойтется им очень дорого и это Израиль Саудовская Аравия не может себе этого позволить и опять же мы говорим о том что Израиль стал таким последние 10 лет благодаря вот той политике которую в том числе политика в сфере безопасности которую проводил Натанион но Израилю сейчас очень важно на мой взгляд серьезно отнестись к нападению на Саудовскую Аравию поскольку точно так же как иранцы атакуют чувствительные объекты в Саудовской Аравии с помощью ракеты безпилотников они могут нанести удар и по израильским стратегическим целям и если никто не будет брать на себя ответственность Израилю будет очень сложно сразу самому указать пальцем на Иран потому что мы понимаем что в нынешней ситуации администрация Бадина очень не хочет открытой войны между Ираном и какой-либо из стран Лежнего Востока поскольку пока длится такая война США не смогут провести прямые переговоры с иранцами с возвращением к ядерному соглашению и вероятно уже сейчас администрация Бадина давит на Израиль требуя ограничить или вовсе заморозить все израильские планы конфронтации с Ираном большие или малые и более того даже тайные операции какие-то и были до сих пор скажем по физической ликвидации ключевых ключевых фигур иранской ядерной ракетной программы они тоже до Байдена сейчас неприемлемы но самый важный вывод который на мой взгляд сделать Израиль должен из этой ситуации это понять что Саудовская Аравия она не способна эффективно защищаться и любой прогресс дипломатический Саудовской Аравии должен снова центром фа то есть мы говорили о том что арабы хотят чтобы Израиль пошел с ними военный блок это очень здорово это полностью меняет риск расклад сил на Ближнем Востоке но при этом это не означает что Израиль должен согласиться стать как бы наемником и телохранителем арабских стран то есть да помогать им с вооружениями да помогать им с разведкой да требовать от них например уступок в вопросе интересов палестинских арабов и позабудьте вообще про палестинское государство потому что это не ваш интерес сейчас и не наш интерес но при всем при этом при всей этой дружбе как бы Израиль должен четко дать понять что в случае прямой войны с Ираном Израиль не будет готов если это не будет ему выгодно тоже идти на лобовое столкновение с Ираном и нести большие жертвы просто для того чтобы защитить нефтяные инфраструктуры сообщества но опять же мы опять же возвращаемся к тому с чего начали все эти вещи сложные и запутанные тонкие может в Израиле распутать только один никакой Беннет уж тем более малограмотный Лапид или другая марионетка юридической клики не способны просчитывать эти ситуации поэтому если даже им доверят вот такие вот тонкие вещи как отношения с нашими ближними соседями я боюсь что это все придет в полную негодность или к абсолютно невыгодным для Израиля соглашения Сергей да помнится мы в канун наших выборов рассуждали о том какие изменения могут произойти в случае смены власти в Соединенных Штатах Америки и вот я должен сказать что отметил где-то я сообщение нашел о том что кто-то из официальных лиц Саудовской Аравии высказался опять по поводу двух государств для двух народов это не так давно было то есть в Соединенных Штатах власть поменялась и если саудовцы раньше ну в какой-то период времени при Трампе во всяком случае не делали на этом акцент я не знаю или это официальная политика официальное направление реакция на то что произошло здесь и реакция на то что внешняя политика будет обретать некие иные черты я имею ввиду внешняя политика нынешней администрации США подтолкнули вот официальное лицо Саудовской Аравии сделать такое заявление в интервью одного из изданий ну да здесь можно увидеть два момента первый момент связан с тем что в самой Саудовской Аравии есть несколько лагерей есть лагерь прогрессивного как бы прогрессивного в хорошем смысле этого слова произраильского настолько насколько это возможно МБС то есть молодого наследника Мухаммада бен Салмана который настроен на интеграцию с Израилем есть противники этого всего и другой момент в общем-то Израилю не страшно если его новые арабские союзники время от времени будут что-то такое болтать в защиту палестинских арабов если это не обретает реальный политический какой-то императив то пусть себе говорят им так проще все-таки пусть на фоне этого продвигается реальная интеграция они пусть себе что-то говорят но да вы абсолютно правы при Байдене все кафты перевернулись с одной стороны они понимают что Байден не будет продвигать вот тот мир о котором говорил Трамп он будет возвращать пытаться вернуть нас в старый формат сокращения Израиля и создания террористического анклава Иудеи и Самари наряду с Хамасом в Газе с другой стороны они понимают что Байден их откровенно бросает под колеса автобуса иранского и никто никто кроме Израиля их не спасет то есть снова Израиль не должен не готов за них вписываться в большую войну но сам факт военного союза с Израилем может остудить некоторые горячие головы в Тегеране и от такой фронтальной конфронтации 847-400-5200 телефон нашей студии у нас еще есть пара минут времени если у вас есть вопросы к Александру связанные с выборами или с перспективами пожалуйста 847-400-5200 ну а теперь мой вопрос не касающийся политики как ситуация у вас с ковидом что у вас происходит вы похоже начинаете открываться да вы знаете ну во первых как бы больше половины взрослого населения страны у нас привито и это сразу же сказалось на графике который публикуется того как распространяется заболевание сколько у нас каждый день новых больных сколько тяжелых тяжелых больных и умерших то есть все это пошло на спад и даже такие вот маленькие вещи ты приходишь в магазин раньше на входе в магазин стоял прибор на котором ты должен был как бы показав руку измерить свою температуру сейчас эти приборы убрали то есть как бы идут постепенные послабления люди все еще ходят в масках по крайней мере требуют людей чтобы они ходили в масках но ограничений становится все меньше и меньше в парках множество людей рестораны открываются магазины работают вовсю какие-то уже дискотеки сегодня мы проходили уже там крохот грохотала музыка в промышленной зоне где празднику Песах что-то устраивают большое то есть да действительно мы выходим из на уровне как бы общественном простом микроуровне мы выходим из эпидемии при том что мы знаем что в Европе все наоборот закрываются там идет следующая новая очередная волна и это конечно хорошо сказывается на экономическом восстановлении страны и снова я повторю то что я уже сказал много раз будет кризис и в самом Израиле будет кризис экономический в мире потому что такие колоссальные изменения которые произошли не могут пройти даром и кому-то нужно будет вытаскивать Израиль и из внутреннего кризиса и общем мирового кризиса экономического кто это может сделать кроме Натаньяла я просто не представляю и конечно же как это будет дальше на фоне того что есть новые мутации и как бы существует опасность того что в любой момент возникнет какая-то новая модификация этого самого вируса и принесется нам то ли из Европы то ли еще откуда-то и снова все пойдет но пока что пока что все не плохо пока что все к жизни возвращается хорошо мы с собой выходим давайте попробуем принять звонок если коротко пожалуйста слушаем вас алло добрый день пожалуйста вы в эфире добрый день Александр у меня такой вопрос может быть такая ситуация при которой допустим Натаниагу получает там 61% и потом просто Кнесет объявляет что этот верховный суд больше вообще не имеет никаких прав и теперь только будет назначаться судей через утверждение в Кнесете очевидно закон такой должен быть ниже 51% а 61 голос из 120 но такой закон вряд ли может быть принят потому что этот закон как бы слишком радикальный слишком экстремистский и по большому счету существуют другие более цивилизованные и спокойные методы возвращения полномочий то есть один из них это так называемый закон о преодолении грубо говоря речь идет о том что если верховный суд отказывается признать законным закон принятый парламентом то парламент квалифицированным большинством может сказать что этот закон будет действовать пока этот парламент существует таким образом сохраняется возможность суда отменить незаконный закон с другой стороны если у парламента есть квалифицированное большинство пока этот парламент существует закон будет действовать а дальше если закон как бы не ужасен то общество просто выберет другой парламент эти вещи например в Канаде существуют и в принципе для того чтобы действительно вернуть полномочия одна из один из моментов нужно провести такой закон другой более серьезная реформа изменить порядок избрания суть то есть нужно сохранить как бы воссоздать ситуацию при которой студии будут выбирать и выбирать не будет независимо от политиков но при этом их будет выбирать общество в той или иной мере и для этого можно действительно воспользоваться модель любой из моделей существующих демократических государств александр закончу с праздником всех с праздником вас спасибо до следующей встречи